Всем привет дорогие друзья, вы на канале Хаб ТВ, меня зовут Иван. Мы с вами продолжаем прохождение других миров. Сейчас стартуем немножко не с той точки, где в прошлый раз закончили, а все потому что первые две минуты я не записал. Ничего интересного не было, мы раскидали группу мародеров, немножко убили одну жукоматку и двинули дальше. То есть ничего критичного мы не пропустили. Да, моя ошибка, не посмотрел, что запись не пошла. Ну, тут собственно вот буквально двух мародеров с роботом одним и жукоматку. Жукоматку тоже как-то очень легко и быстро раскидали. Все, собираем, двигаемся дальше. 1600 патронов у нас на автомат и я думаю, что стоит наверное бегать с ним. Опа, у нас кстати будет еще одна жукоматка скорее впереди. Вот она, да. Просто какая-то гроза жуков, блядь. Странно, обычно возле этих солдатов и трутни и прочих ползает непосредственно жукоматка. Я думаю, что мы ее еще встретим. Давай-ка сейчас ему хэдшотик поставим. Блядь, если он зависнет хоть на один момент. Затылочек. Слушай, жирненький такой достаточно чувак. Давай, Сэм, в короночку. Опа. Стыдно, Сэм, он выжил, блядь, после твоей короночки. Слушай, сейчас сагрит еще дальше, там я увидел есть враги. Сейчас еще и их сагрит на нас, нет? Не сагрил? Хорошо. Это уже неплохо. Я вот протех. Что-то как-то винтовка стала слабо бить. А вот все. Так-то лучше гораздо. Приземли-ка его на место. Блядь, не могу вызвать на него способность. Ну, все равно раскидали. Снайпер-ка-то уже слабее стала бить, наверное, из-за того, что ее нужно отремонтировать. Она уже все-таки пожила немножко в моих руках. Пойдем пока с пистиком. Слушай, 4000 патронов у нас для пистолета. О, слушай, какой-то... Ну, я же говорил, что какое-то поселение ворота красное, блин. Сотка. Блядь, сотка. Чтобы вскрыть его. Сто. О, пока, ади. Давай. Остало твое время, Нелка. Ну, ты его не добила. А, тут стены разобраны вон справа. Мы сейчас и залезем внутрь. Хорошо. Так, все, раскидали. Робота сейчас обыскаем. Обыскаем, обыщем. Блядь. Это, короче, мина, я не заметил. Мину я не заметил. Ну, вот, собственно-то, это и есть вход в город. Тут просто куска забора нет. Да, блядь, не попал, сейчас попал. Слушай, прикольный электрический урон, мне больше нравится, чем плазмены. Не уху, что ли, положили? Да, слушай, лежит. Я думаю, что сейчас встанет. Мы почти дошли до этого терминала или чего. Да, 30 метров. Уже почти на месте. О, вывеска. Давай-ка вывеску на превьюшечку возьмем. Давай. Опа. Все, красивенько. Погнали дальше. Слушай, как он срисовал, что мы с этой стороны выйдем, а? О, еще прибежали. Совсем бесстрашный, да? Это снайпер был. Прятался. Так, там был торговый автомат. Давай мы сейчас немножко закупим патронов, скинем лишнего. Вернее, для начала обыщем их. А потом уже продадим все, что найдем и купим патронов. Так, есть. Так, патрончики покупаем. Легкие покупать не буду, 4000 у меня их. Продаем всякую ерунду, которую набрали. 18, 27. Хлам скидываем. Ну, пока нормально. Так, я отвлекся. Терминал где? Слушай, а может мы и правильно зашли? Погоди. Да, мы правильно зашли в то здание, куда нам нужно было. О, сейф. Сейф-то хорошо. Так, в этом терминале. Вот она, Зора. Отличный. Кто? Кастоправ. Умеет работать в сложных условиях. Она знает, как собирать большие объемы детальной информации и принимать на ее основе решения. Ее компетентность и решительность позволила спасти множество пальцев и конечностей, утраченных из-за неосмотрительного обращения с техникой. Рекомендуется название сотрудник месяца. Давай на всякий случай все соберем. Так, на этот, на внешний диск все. Теперь мы отправляемся показывать эти данные и заключать мир. Так, это нам нужно не сюда. Вот нам нужно сюда. Блин, ну если получится, то будет конечно очень здорово. Честно, я просто понимаю, что не хочу я их убивать. Ну, никого из них. Даже пофиг, что он хочет быть рядом с этим, заодно с коллегией. Но обычные люди, понимаешь? И просто убивать целый город. Ну смотри, если мы что-то в сторону примем, это будет скорее всего, как в первой этой, на первой планете. Придется кого-то то ли убить, то ли убрать, то ли сместить. А тут реально война будет. Они уже воюют между собой. То есть придется, грубо говоря, вырезать чуть ли не целый город. Или тех. Или то поселение. Пока еще нет. Да модуль уже у меня, расслабься. Характеристику, вот. Так, часть задания мы уже выполнили, это хорошо. У нас хотя бы появилась возможность это сделать, потому что раньше Зора даже не разговаривала с нами. Давай сейчас поговорим с ней или с Грэмом. И убедим, наверное, Грэму идти. Слушай, история повторяется. Мы опять кого-то убеждаем оставить свой пост. Вот, быстрое перемещение. На первой планете тоже мэра убирали. Но на этой планете не мэра убираем, а главу этих инакоборцев. Где-то это уже было, скажем так. Так, и давай, знаешь, что здесь верстачок стоит. Мы поремонтируем для начала винтовку. А, у меня закончились детали. А, у меня разобрать нечего. Ё-моё. Блин, плохо. Я хотел отремонтировать. Давай броню, наверное, разберем. У меня, наверное, вообще ничего нету, да? Я все же продал. Ну, хоть что-то есть. Ну, это же дает детали для брони, а не для оружия. К черту, это разбираем, это разбираем. Мне нужно починить, мне нужно починить хотя бы автомат. 58, 74. Ой, не модификацию, мне нужно его починить. Не хватает все равно. Ладно, давай посмотрим, что можно модифицировать. Так, ствол весельчак уже установлен. Магазин установлен. О, кстати, мы на него не ставили вот этот гироприцел, пускай будет. Оптику ставить не хочу, а вот прицел пускай стоит. Для пистика что мы можем поставить? Ну, ствол уже стоит. Магазин увеличенный есть. Прицел тоже стоит. Что здесь у нас? Глушитель мы уже поставили. Все, здесь тоже все. Ладно, пойдем пообщаемся с этим. Зорой для начала, а потом будем общаться с ним. На нее даже вон миссия взялась, отлично. Очень хорошо. Да, хочу. Твою мать, сука. Неужели она нам не верит? Это, блядь, из-за того, что я тогда закупил, сука, ебаный, блядь, для сериалов эту хуйню, а не... Блядь, я столько времени угробил на это говно. Блядь, это, наверное, из-за того, помнишь, когда она хотела лекарства и еду, а я купил для сериалов эту хрень, и она нам сейчас тупо не верит. Коти людей ее я спас. Охуенно просто, блядь. Просто замечательно. Ты что скажешь? Блядь, нет, не получается, представляешь? А переигрывать это все я точно не хочу. Значит, будет война. Ну, охуенно. Так, может, Санжару тогда дадим, раскатаем этих инакоборцев, да и пошли не нахуй. Да не купишь, блядь. Сука. Расстроила меня, а? Ну, блядь, не хочу я это выполнять. Пошли не в жопу. Пускай сами тут ебутся, блядь, как хотят. Пойдем, пообщаемся с этим нашим, с основным квестом, блядь, и двинемся по нему. Понимаешь, и инакоборцев жалко, и город не хочу выносить. Вот кого из них выбрать? Вот я про это и говорил, видишь? Какое-то решение, не сильно дальновидное, насколько все сейчас поднасрало. Продолжение следует... Я не думаю, что вы найдете... Ну, потому что модуль контролирует системы оружия. Потому что когда мы их установим на стену Стелар Бэй, ни маратер, ни раптодон, не будет ни у нас ниже. Стелар Бэй будет так безопасно, как в любых других сетях в Халсион. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Блять, ну короче, тоже знаешь, и типа... Если этот навигационный модуль мы отдадим... Ну... Блять, ладно, я не знаю... Не волнуйся, мы отправим в инженерную команду для них позже. Мы должны их отсоединять от rest of the ship. Конечно, они будут полезны без этого таргетинга модуля, which is why it's critical that you retrieved it. Знаешь что, да, мы посмотрим, что будет. Я не знаю, что... Перемирие не получилось, пускай... Блять, ну короче, война и в этом случае не... Неизбежно... Может просто реально пожелать им удачи, пускай разбираются. Пошли ебашить инакоборцев, ну что, блять, поделать. Я не хотел этого. И город не хотел убивать. Ну, в итоге будем разъебывать инакоборцев. А куда это у нас ведет, блять? Погнали. Вот нужно им, блять, воевать, а? Какого хуя? Сидели все спокойно, работали. Припасами, блять, менялись. Нет, надо было сейчас вот, чтобы кто-то был главный. А я хотел перемирие сделать. А перемирие не получилось. Потому что я решил угарнуть и посмотреть, что будет, если они еще свою пропаганду в сериалы запихнут. Выход. Итог. Ничего, блять, не будет. Потому что их сейчас придется убивать. Куда нас ведет? А, в обход. А, в обход. Продолжение следует... О! А вот это уже хорошо. Давай немножко пока отвлечемся и... Взлом вкачаем? Да. Я хочу уже взлом качнуть по-быстренькому, потому что все чаще и чаще нам попадаются сотки. Так, что у нас тут? Урон. Урон. Вот это хорошо. Просто урон тоже неплохо. Урон в ближнем бою возвращается в виде здоровья. Ближний бой это имеется ввиду от этого. Ну, от всяких клинков и прочего. Нет, тогда не сильно. То, что нужно. Оживляет напарника с 20% здоровья. В восстановлении 15 минут. Когда вы используете ингалятор от павших напарников, они возвращаются в боль с небольшим запасом здоровья. Типа можно воскрешать напарников. Неплохо. Давай знаешь что? Тут был просто вот этот... Находясь под воздействием, вредоносным... Больше урона. Воскресенье. Вдох. Блядь, короче. Просто урон поднимаем пока. Будем на 20% больше урона наносить. Незаметно как-то, что прям у нас урон прирос. Ты там посмотри по записи, насколько поднялся. Что я на эти циферки не успеваю обращать внимание. Я все поднимаю, чтобы потом продать. Ну, так вот, да. Ну, так вот. Ой, бля, это что такое? Со счетом, блядь, каким-то. Я сразу решил эту и ту на нее. Встал. Лилев, хорошо. Тук-тук, мазафак. Ой-ой-ой. Охуеть, меня раскидали. Охуеть. Блядь, откуда мы сейчас начнем? Охуеть. Вот так вот. отлично мы хоть не сильно далеко появились так дубы более это не то что я хотел сделать ладно дубль 2 это зло и что ли погоди кому отдать модуль можно было а ну ну короче ну вот в итоге мы разъебали и на грэм и здесь же зоя а вот она не захотела блять нам перемирить а я предлагал и вот все как вышло зачем я это использовал хорошо хоть у меня тьма этих неприятное конечно ощущение не хотела никого убивать но пришлось игра вынудила понимаешь а все из-за того что я когда-то тогда в начале пошел покупать эти ролики для печатной машинки и вместо еды купил еще и какие-то картридж то что грэм попросил и вот когда я пришел с предложением о мире она сказала ты блять пиздобол и типа в тебе доверять нельзя потому что у тебя там короче в итоге вот это все пошло по пизде именно из-за этого это и все и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ладно. Это... Все, мы, получается, здесь закончили квест. Мы можем съебывать с этой планетки. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь будем разбираться с другим. У нас есть доп-квест, на котором можно найти друзей этой Ниоки. У нас есть доп-квест с Парватей. Она хотела о чем-то поговорить. Я думаю, что мы еще что-то найдем. Даже не знаю, за что сейчас браться. Или по основному сюжету немножко пройти, то мы как-то долго возимся с этим... Всякими допами. На них можно нормально так залипнуть. Ты чё, блядь, убьёбываешься? Заебись, и это еще такая... Надеюсь, вы не пожалеете, что присоединились к МСА. И так, блядь, не хочется этой... А, погнали в лабораторию, можем прямо отправиться. Погнали. Сейчас еще этот начнет. Ты чё, блядь? Мы против колонии, нахуй. Кого мы с собой? Давай мы с собой возьмем этого. О, и этого давай вот так возьмем. Нео, эту беру с собой. Упорвать, и чтобы дать оружие ей новое. А Сэм просто прикольный напарник. Сэм вообще четкий. Я хочу потом посмотреть, какие дополнительные навыки у Ниоки. Ой, у Ниоки. Упорвать. Путаюсь в этих именах. Здравствуйте. Вы слышите меня? Это работает? О, черт, блядь. Это громко. Это его корабль, получается. Я просто защищусь моих исследования. И защищусь себя. У меня, мусорка. Я не видел, когда... В факте, я никогда не видел. А чё он внутри? Я не видел, как ты сделал. Я бы плачу тебя на голову, если бы я не был behind a wall of bulletproof glass. Я не знаю, как ты сделал это. Но Ирым Блайдов просто мне все, что я нужна. Ирем Блайдов. Ирм Блайдов. According to Hiram's message, Минстер Клокк has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist. Hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. Блять, хитростью. Не люблю я хитростью, мне вот как раз таки нравится. Играет музыка. Давай осмотримся в его лаборатории. О, уменьшающий луч. Ночное оружие. Уникальные образцы со странными и мощными эффектами. Урон и сила эффекта научного оружия растет по мере развития вашего научного навыка. Урон даже есть в этой пушечке. Ха-ха! Прикольно. Ой, это капсула. Или спасательная, или гибернация, не знаю. А, нет, вот капсула гибернации, с которой меня достали. Более четырех десятилетий оборудование этой камеры поддерживало ваш жизнь. Остальные колонисты по-прежнему, ну, я понял, заточены в таких же. 28%. Спасибо, блядь, обнадежил. Говорит, 28% было у тебя на выжить. Ну, хули, там колонистов-то много. Другого бы потом взял. Если вдруг что-то не получилось. Что, слушай, по доп-квестам поползаем или займёмся сейчас основным? Давай с ней пообщаемся. Нужно было там с ней поговорить на корабле. Можем я поднять твоя температура на что-то, прям, быстро? Так, Jun-лей и я уже говорили немного. Через мессенды. Я его здесь на мой датапад, и, ну, она мне отправила поем. Когда она написала свою собственную, я уверена. Я не знаю, если я должен читать это. Потому что поемы все символики и так, да? Это не так хорошо. Но реально сладко. О, Ла. Это что-то меня запутали. Я не знаю, что-то. Это про этот двигатель, который сжал себя, потом эта леди механик приходит, и лезет одну руку на него. И то, что происходит. И то, что происходит. Я не хочу быть слишком счастливой, но... Я спрашиваю, может быть, если она была двигатель, и... ... я была леди? Это реально романтический поэм. Мне кажется, что мой чесно болит, вроде бы. Я не знаю где это леди, или если я не миспроизводитель. Я не очень интересен в... ...физическое. Я никогда не был. Лето, не как другие люди. Это не так, что я не могу. Я просто... ... не волнуйся за это. В прошлом прошлое было проблем. Люди, которые хотели быть с мной в Вале, они не... ... они сказали, что я был холод. Спасибо, капитан. Мне кажется, что я чувствую лучше. На самом деле, у меня есть еще раз от Жюнь Ле. Я просто... ... не могла улучшить ее, чтобы открыть. Но я буду поменять это. Сейчас. Хорошо. Хорошо, здесь мы. Давайте посмотрим. Мы говорим о старых друзей. Мы думаем... ...Изабель. Кто... Кто-то... Кто-то... ... ... ... ... ... короче теперь поплывем сейчас на этот поедем на первопроходец хорошо с этим до поездом понятно что у нас по доп квесту что научное оружие так не понял побежали посмотрим спасибо блядь спасибо что блядь записи наверно какие-нибудь так уменьшающий луч но мы его нашли уже давай импульсный молот когда я в последний раз жрался то есть культурно выпил в последние надежды на первопроходце и удом кстати отличный парень совсем не жмется с выпивкой я самым бессовестным образом оставшись однако незамеченным послушал разговор двух морпехов они обсуждали сумасшедшего ученого которого встретили несколько лет назад он утверждал что сделал очень важное открытие способный изменить судьбу всей колонии но это кто только не рассказывает но было и кое-что ценное морпехи сказали что ученый несколько раз упомянул некий импульсный молот или нечто подобное странное оружие создано безумным ученым как раз то что мне нужно верно это одно из тех верно это одно из тех изобретений который вдохновился уэлс хорошо запись номер 3 найдите ночное оружие на первопроходца почему 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 уэлс просто не даст мне свой уменьшающий луч чтобы ему целую вечность лабиринте сидеть для протокола я извинился за то что наорал на него пять раз чтоб его все архитектор побрал он же просто валяется никому не нужны пыль собирает нужно было просто забрать эту штуку не спрашивая у него разрешения и сказать спасибо или хотя бы не ломать дорогое лабораторное оборудование куда он сказал что устройство еще не готовы даже если было бы готово он бы никогда не доверил такому человеку как я а то есть а нам доверил кстати что он хочет этим сказать что нельзя мне доверить что я стану уничтожать честных трёп просто хорошо у нас появились эти найдите потерять сознание нет не нужно не хочется дезертира ладаиды мечтали избавиться от пристального надзора коллеги обрести независимость вы помогли им усвоить важный урок никогда не мечтать вот в лет спасибо очень обнадеживает так что у нас по заданиям короче на первопроходца можно найти еще оружие и туда ведет доп квест этой порвать и наверное мы сейчас на первопроходец отправимся сэм так мы тут валять наверно не к месту надо было наверно постучать ой ладно хорошо оставим их наедине так слушай наше время то уже к концу подошло давай на этом моменте заканчивать а в следующей серии отправимся на первопроходец спасибо что досмотрел серию до конца ставь лайк комментируй и подписывайся всего тебе хорошего замечательного самого но и лучшего счастливо пока и до свидания